Всем привет! И сегодня мы посмотрим на Creative Stylus 2 от компании Vacuum Поставляется он в такой картонной коробочке небольшой Внутри мы найдем такой пластиковый футляк Держатель Держатель Всякие бумажечки, инструкции которые в принципе бесполезны И собственно сам футляр в котором и находится все что нам нужно Выглядит это дело так Футляр сам сделан из пластика Снизу имеет поверхность предотвращающая скольжение Что мы имеем Сам стилус Проводок USB для зарядки В этот раз во второй версии Нам не нужно вставлять батарейки Перо очень легкое Весит 19 грамм А заряжается это следующим образом Вставляется Вставляется Наш USB шнурок И подключается к USB За два часа Как говорит производитель Наше перо должно зарядиться на 100% И этого должно хватить на 26 часов активного использования Также у нас в футляре находится Один сменный наконечник А вот этот черненький кружочек Предназначен для того Чтобы сменять наконечники Правда Я так и не смог разобраться Каким образом У меня это по крайней мере не получилось Так как пока Стилус не вошел в широкое обращение Я даже не смог найти инструкцию по этому поводу Ну да ладно Итак Теперь посмотрим Что же из себя представляет стилус Сразу скажу Что первой версии Стилус от VACOM для iPad У меня не было И я даже не знаю Как с ним работать Поэтому сравнивать мне особо не с чем Это стилус от VACOM Так называемый бамбу стилус Самый простенький Это стилус от VINTUS И наш стилус Для iPad Creative Stilus 2 Как видите По размерам он Чуть-чуть меньше Чуть-чуть просто короче И немножко тоньше Чем стилус от большого В кавычках планшета Главной прелестью По заверениям разработчика Creative Stilus 2 Был тонкий наконечник На самом деле Да Он конечно По сравнению с первой версией Которую я видел только на картинках Значительно тоньше Сделан из материала Похожего на пластик Не уверен что это именно пластик Но по всем ощущениям это так Также у нас есть резиновая крышечка для зарядки И кнопочка включения Bluetooth Так как наш стилус работает только по технологии Bluetooth Притом четвертая версия И из-за этого поддерживает только iPad mini Первого поколения Который самый без ретины Третий iPad И iPad Air Все более младшие модели Я так подозреваю Это именно из-за того что у них стандарт Bluetooth связи ниже чем 4 Не поддерживаются К сожалению К сожалению На данный момент Очень мало приложений поддерживают Creative Stilus 2 Вернее им в большинстве приложений можно рисовать Но это то же самое что рисовать пальцы А для того чтобы поддерживала чувствительность Кстати у нас она должна быть на 2048 градации Нужна поддержка в приложениях Итак Бакомовская программа Bambu Paper Для того чтобы подключить стилус Мы нажимаем на среднюю кнопочку посередине И как видите У нас появляется индикатор связи с нашим пером Значит что оно у нас работает Показан заряд Также мы можем настроить наши кнопки По умолчанию установлено на первую кнопку как стерка Но как видите Немного у нас опций для настройки И вторая кнопка как анда То бишь вернуться назад Инструменты Цвет Стерка И собственно кисти Давайте попробуем выбрать именно кисть Размеры тут Так же не сильно у нас Есть выбор Очень простенькое приложение И просто я вам пробую показать В чем же выражается эта чувствительность Вот я провожу линию С постепенным нажатием Все больше и больше и больше Кажется что все хорошо Но если вы прислушаетесь Вот такая вот штука То бишь всегда Когда вы водите по экрану Вы слышите такой характерный звук Когда перо соприкасается с экраном Айпад Также тут есть очень нехорошая вещь По моему Ну Субъективному мнению Наблюдается небольшой люфт В наконечнике Если у вас был Когда-либо Большие планшеты Так сказать То вы могли заметить Что когда вы использовали Обратную сторону в качестве стерки Там имеется также небольшой люфт По продольной оси То бишь вы прикасаетесь К поверхности И идет небольшой Несколько миллиметров Такое запаздывание Можно сказать Для того чтобы примерно ощутить Как работать этим стилусом С поверхностью айпада Вы можете просто взять Мастер или ручку Пластиковую И поводить им По айпаду Вот примерно точно Такие же ощущения Скажу так Приятного мало Еще одна вещь Которая мне Очень не понравилась Наконечник у нас Сам по себе полукругло Но Для того чтобы комфортно Рисовать Чтобы я точно знал Что я рисую там где надо Мне приходится держать Держать стилус Перпендикулярно поверхности айпада Практически перпендикулярно Если я возьму Стилус и проведу линию Под углом примерно 45 градусов Видите так ничего вроде Если возьму так Смотрите где находится кончик Его стилус и где проведена линия Возьму угол Возьму угол Острее Та же самая фигня При том Когда я провожу вертикально Очень странная штука Я провожу вертикальные линии Даже под углом И они рисуются правильно Хотя как видите Есть небольшое запаздывание Линия не рисуется сразу Если я возьму горизонтально Даже под небольшим углом То как видите Линия у нас идет ниже кончика По мне это очень нехорошо Например хочу и нарисовать Какое-то лицо Вот я пытаюсь нарисовать глаз И линию-то я провожу выше Но она рисуется ниже То же самое здесь А должны были глаза нарисованы На этой линии Если я Оставлю перпендикулярно Почти планшету Тогда у нас что-то еще может быть Но в общем это неприятно Потому что Линии у нас рисуются неточные И это печально Ну что я могу сказать Это нехорошо Потому что я хочу нарисовать бровь Там где наконечник мой находится Она рисуется ниже Ну что это такое? Ну А теперь выше Это все очень Меня удручает на самом деле Одной из немногочисленных программ Которые поддерживают чувствительность Нашего стилуса к нажатию Я ее установил только вчера Купил в App Store Что могу сказать Во-первых Для того чтобы стилус работал как надо Надо немного поплясать с бубном Вернее мне пришлось идти В справку на сайте Artrage И кажется что включается на следующим образом Мы должны пройти в настройки Промотать Наш список настроек Выбрать Artrage И уже здесь Выбрать наш стилус То есть не в настройках общих А именно в настройках общих Айпадов Хорошо Вернемся значит к Artrage Что тут сказать С этой программой я работаю Можно сказать впервые Но на айпаде то да Она основная задача Основной задачей Artrage Является Симуляция работы с настоящими материалами Здесь мы можем выбрать бумагу Текстуру То есть Наш холст Например здесь сейчас выбрана как бумага Сейчас я рисую карандашом Краски Пульверизаторы Кисти Но Смотрите Я думал Что скорее всего Это даже связано Не со стилусом Или с самим Artrage А такое затормаживание Связано с айпадом У меня Айпад мини Первого поколения Так сказать Возможно что он просто слабоват Просто Слабоват Для обработки Такой графики По крайней мере Той кистью И здесь же В Artrage Мы имеем точно Такой же глюк Горизонтальные полоски У нас рисует Стилус рисует Не за Также одной из программ Поддерживающих чувствительность Нашего стилуса Является Скетчбук Но Скетчбук Третья версия У меня был куплен Скетчбук Про Второй версии К сожалению Он Не поддерживает Наш стилус Пришлось Устанавливать Третью И впоследствии Купить себе Про Функцию Как видите Показано Что перо Не подключено Я нажимаю На среднюю кнопочку Все Перо Подключено Подключено И все наши Функции Теперь работают Ну Как функции Чувствительность К нажатию Как видим Тот же Самый Глюк В общем Что я могу сказать